Важная тема, не очень простая. Двумерные массивы, обычные и динамические. Одномерный массив и динамический, и обычный, имеет абсолютно одинаковую структуру и никаких сложностей. И там, и там адресная арифметика. Вперед-назад по элементам гуляем. А вот с двумерными массивами не все так просто. Давайте посмотрим на структуру обычного двумерного массива. Элементы расположены в памяти последовательно, построчно. То есть, а – это константный адрес начала массива. А дальше идет как? Вот это 1, 2, 3, 4, 5 – это первая строка. Дальше начинаются элементы второй строки – 6, 7, 8, 9, 10. И так далее. Соответственно, местоположение и того житого элемента узнается вот таким вот образом. То есть, адрес начала массива… Я привожу его к типу int звездочка, поскольку его тип не совпадает с int звездочкой. Но все равно это адрес начала. Плюс и, умноженное на длину строки, плюс ж – номер элемента в строке. Где и, соответственно, это номер строки, да, а ж – номер элемента в строке. Я даже не буду говорить номер столбца, потому что логика здесь построчная, а не постолбцовая. И для передачи такого массива, как параметра, функцию, нужно указывать количество элементов в строке. Обратите внимание, что в этой формуле пятерка зашита как константа времени компиляции. То есть, в тот момент, когда вы вызываете a, it и j, it и вы нигде эту пятерку не прописываете. Она обязательно должна быть известна уже в момент компиляции. То есть, нельзя сделать так, чтобы вот эта пятерка была передана в тот момент, когда массив создается, как некий параметр произвольный. Так не получится во время выполнения. Давайте посмотрим на создание двумерного массива и работу с ним. Я называл его статический в программе, но на самом деле, конечно, двумерный массив, создаваемый на стеке, ничем принципиально не отличается. Соответственно, что я делаю? Вот, собственно, массив. Matrix Width – это константа уровня компиляции. То есть, на самом деле, пятерка, которая вшита как define, и все. Соответственно, здесь вложенными циклами по i и j я заполняю этот массив. Здесь я специально подчеркиваю, передавая n как параметр, подчеркиваю, что вот это не обязательно константа времени компиляции. То есть, количество строк может быть разное, даже в вроде бы, условно-статический, обычный двумерный массив. Если мы хотим передать его функцию, ну вот, собственно, передача его функции, static.r и print, я передаю его по имени, то есть его имя – это адрес на самом деле, ну и передаю ему параметр n. Еще раз, бессмысленно передавать ширину, то есть длину самой строки, потому что она должна быть константой времени компиляции. То есть, она и так обязана быть известна. Давайте перейдем вот в эту функцию и посмотрим, как она устроена. В заголовке прописывается а квадратная скобка и еще одна квадратная скобка. Но первая квадратная скобка пуста, квадратные скобки пусты. А во-вторых, обязательно указывается строгая константа, которая должна быть известна в момент компиляции программы, то есть создания самого исполняемого файла. Ну, здесь ничего страшного не происходит, распечатка массива и все. Ну, давайте запустим программу, чтобы посмотреть, как она сработает. Что вот это такое? Direct Memory Access. Это реализован прямой доступ к памяти, в котором я при помощи указателя P реинтерпретируя A как указатель на int, то есть я переделываю этот указатель, и просто этот P будет шагать по адресам, начиная с адреса A до адреса плюс 20. Я же знаю, сколько там элементов у меня. И вот я 4х5 шагаю по этому указателю P++ и распечатываю его содержимое. То есть чапаю, чапаю по памяти. И вот мы видим, что действительно мы перебираем все элементы этого массива соответственно. Ну что же, теперь давайте перейдем к динамическим двумярным массивам. Они представляют из себя достаточно сложную структуру. Во-первых, объявляется A как указатель на указатель на нужный тип. У меня это int будет. Соответственно, вот эта переменная A является указателем. Его нужно, естественно, инициализировать, то есть положить ему адрес массива адресов. Послушайте, должен существовать где-то в памяти массив адресов указателей на int. Должны быть, собственно, массив указателей на int. Понимаете? Вот в чем фишка. И там, в этом массиве указателей, должны быть разложены адреса, вполне возможно, что отдельно лежащие в памяти, вообще в разных местах. Линии вот таких вот строк. При этом никакой последовательности в памяти нет. Эти адреса, вот эти вот, могут быть вообще несравнимы друг с другом, если они выделены по отдельности. Давайте посмотрим на то, а как выделяется память под двумерный массив. Итак, давайте рассмотрим несколько способов. Первый, чаще всего именно его и рассказывают, он выглядит следующим образом. Вот у меня есть этот самый указатель A. Вначале создадим массив из указателей, который будет соответственно отвечать количеству строк. Что я делаю для этого? Я говорю A равно, сейчас будет malloc, но перед этим я типизирую его под int-звездочкой звездочкой. Делаю malloc, количество у меня будет n умножить на сайзов от int-звездочка. Обратите внимание, что здесь важно указать тип указателя, а не int. Потому что в этом массиве, в массиве, на который указывает A, будут храниться указатели, а не int. Соответственно, далее мне следует инициализировать уже сами элементы этого массива указателей, поэтому я запускаю цикл, где n – это количество у меня сейчас строк. Соответственно, цикл, в котором я индексом i пробегу все значения от 0 до n невключительно. И для каждого a и того, а теперь я уже имею право обратиться к a и тому, фактически вот это дело – это разыменование a со смещением i. То есть я как раз к этому самому динамическому, одномерному динамическому массиву указателей обращаюсь, то есть к it-ому указателю. И вот я этот it-ый указатель инициализирую по отдельности int-звездочка, соответственно, для него malloc. И здесь я уже использую ширину m умножить на сайзов, а вот эти указатели, а it-ые, уже указывают на массив int-ов. Поэтому я выделяю память под m int-of, сайзов int. Ну или если у вас будет другой тип, вы его, соответственно, сюда будете подставлять. Вот такой вот способ выделения памяти. Естественно, что при таком выделении у меня происходит n плюс 1 malloc. Это довольно много выделений памяти, непонятно для чего, а еще освобождение этой памяти будет выглядеть достаточно затрудненным образом. А именно, мне придется делать, вот я вот пользуюсь, пользуюсь этой памятью, мне пора освобождать. Я вначале должен пробежаться по вот этому вот массиву указателей. for int, i равно 0, i меньше n, i плюс плюс, 0 плюс плюс, i. И что я буду делать? Соответственно, освобождать эту память. free, а it-ые. И после того, как для всех этих указателей у меня освобождена память, я могу взять и освободить память от самого указателя a. То есть вот этот массив, соответственно, который я выделил массив указателей, его тоже сбросить. Что неприятно? Ну, неприятно то, что очень много молоков, очень много free, слишком много системных вызовов. А ведь я заранее знаю, какого размера должна быть эта структура данных. Что же можно сделать? Оказывается, можно самостоятельно изготовить некую гибридную структуру данных. Мне подсказала эта идея Дербышева Татьяна Николаевна. Отдаю ей должное. Что она предлагает сделать? Давайте возьмем и… Сейчас, одну секундочку. Почему там чар, интересно? А, там отшагивание идет. Ну, давайте сейчас я покажу, как это сделать. Значит, с использованием адресной арифметики. Никакого вот этого вот молока тут не надо. Все обойдется одним единственным молоком с последующей раскладкой адресов. Сразу вычисляем необходимый размер памяти и молочим ее вот сюда вот. Значит, что у нас получается? Нам необходимо отмолочить… Ну, я приведу этот тип к int звездочка. Звездочка, конечно. Вот. Но смысл в том, что я делаю молок… n умножить на size of int звездочка. n умножить на size of int звездочка. То есть, я выделяю память под, как бы, кусок этих вот… Ну, вот, массив этих указателей, да, под указатели на строки. А также в этот же блок памяти я выделю и всю оставшуюся память сразу для n умножить на m. n умножить на m этих самых intов, которые будут на самом деле идти подряд. size of int и две закрывающиеся скобки. Ну, точка с запятой. Там еще не поместилось. После чего мне нужно аккуратненько рассчитать эти адреса. Так, одну секундочку. Почему у нас отсчитывается… А, все понятно, почему. Значит, нам нужно отсчитать адрес начала. Так, чтобы побайтово отступить, нужное количество байт вот этих intов. Ну, вот смотрите, значит, что предлагается Татьяной Николаевной. char звездочка pc. Char имеет один байт. Ну, если вдруг в вашем компиляторе будет не так, то можно будет это. На самом деле, я не уверен. Может быть, смело бы смысл void звездочка использовать. Но я пока буду следовать то, как у меня написано. Значит, что у нас получается? Мы берем и копируем значение a сюда, но к нему добавляем смещение. Честно сказать, я все-таки рискну, наверное, исправить это дело. Мне не очень нравится это дело. Давайте я назову все-таки int звездочка. int звездочка start и в него положу, собственно, приведенный к char звездочка начало a с отшагнутым. То есть я приведу в конце концов к int звездочка, но в скобках у меня будет приведенный к char звездочка адрес самого a. Это нужно, чтобы в адресной арифметике я шагал побайтово. И вот это количество байтов я отступил от начала. Соответственно, плюс n умножить на вот это количество байтов сайзов от int звездочка. И это дело можно закрыть. То есть я отшагиваю, а потом этот адрес возвращаю к типу int звездочка. И тогда я говорю, а и ты будет у меня равен вот этому самому старту плюс смещение. Смещение я вычисляю по номеру строки. Соответственно, это будет что? И. А длина строки равна m умножить на сайзов int и умноженное на длину строки и умножить на сайзов этого типа, который там в ячейке хранится. Так, одну секундочку. Правильно или нет? Мне кажется, что это лишнее. Это лишнее. Вы знаете, потому что у меня уже будет старт нужного типа. Он имеет уже тип int. Поэтому мне надо i умножить на m ячейку и отшагать вправо. Да, все, я избавился от лишних рудиментов. Все, вот теперь у меня в чистом виде написана инициализация всех вот этих вот указателей, соответствующих этого массива указателей. Ну, вот возвращаясь к картинке, давайте на нее еще раз взглянем. Вот такая картинка. То есть, я выделил память сразу и под вот это, и под вот это подряд так, как будто бы сплошняком идет вся память. Но перед вот этим вот 0,0 элементом у меня еще хранится и вот этот вот массив. При этом адреса вот эти вот прописаны так, чтобы они как раз указывали на начало каждой соответствующей строчки. Вот, ну вот, так я это дело устроил. Теперь давайте с вами, давайте это дело с вами теперь закроем и запустим, запустим, запустим динамический пример динамического двумерного массива. Значит, при этом у меня вот эти параметры не являются константами времени компиляции. То есть, это, видите, просто переменная, которая инициализирована значением, я мог бы считывать ее вообще с клавиатуры. Вот, соответственно, вот он, Dynamic Rate Test. Он получает и ширину, и высоту. Да, и можно посмотреть, что он дальше делает. Обратите внимание, у меня есть специальная функция, которая возвращает мне двумерный массив. То есть, вся аллокация спрятана у меня. Ой, слушайте, я забыл одну вещь сказать, давайте вернемся к доске. При вот такой вот инициализации двумерного массива динамического, мне не требуется вот эта вот последовательность освобождения, мне достаточно один раз освободить просто А, и все. Это тоже к плюсу. Один молок, один фри, ну, а цикл фор все равно, как бы он никуда не девается, он остается. Ну, немножко вот возня, вот такая вот возня с вычислением адреса, с адресной арифметикой. Вот, так, вернемся к программе. Так вот, у меня вся инициализация, все динамическое выделение памяти спрятано в функции DynamicArrayLog. Ну, а здесь просто я, начиная с единички, иты, 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 иты заполняю. Доступ, обратите внимание, и при заполнении статического массива, и при заполнении динамического абсолютно одинаковый. Но вот это вот две квадратные скобки очень по-разному интерпретируется. В случае с динамическим массивом я могу вообще смело взять вот это дело в скобки. То есть я беру итую адрес итой строки, да, и к адресу итой строки я ищу житый элемент и разаменовываю его. Понятно? А вот в этом случае это такая как бы цельная конструкция, да, еще раз, и умноженная наш MatrixWidth плюс J, фактически. Ну, вот это вот можно посмотреть вот здесь вот. А, ну здесь нет, это прямой доступ к памяти. Ну, в общем, можно, в принципе, вычислить и вручную. Ладно, возвращаясь к вот этому, к передаче. Теперь давайте посмотрим, вот тут передача этого массива передается А, но теперь, поскольку ширина и высота не являются константами, то они передаются, оба параметра передаются внутрь функции. Давайте посмотрим на организацию этих функций. Ну, возврат динамического массива из функции, просто возвращаю один адрес, но надо при этом как-то помнить о том, как я выделял эту память. Ну, вот здесь, посмотрите, я сделал классическое выделение памяти, то есть многократный молок. Вот, а здесь, соответственно, освобождение, да, то есть я, а, еще не показал эту функцию, но это вот, она работает как? N штук освобождений. Тут можно прогнать и для каждого АИТа освободить, потом для А освободить тоже. Вот эти две функции, написанные в пару друг к другу, позволят мне пользоваться двумерным динамическим массивом, не слишком сильно думая о том, как там выделяется, как уничтожается. Главное, чтобы они были в паре. И тогда, если я буду исправлять вот это, нужно исправить и вот это, если я захочу переделать под вот этот модный способ одного молока. Ну, собственно, теперь, что у нас еще происходит? Это Dynamic Ray Print. В этом случае, опять же, я передаю просто указатель А и два размера. И два размера. Size T N, Size T M. Size T, вообще-то, это почти Unsigned Int. Только с гарантией того, что любой адрес в памяти, он поместится в соответствующую переменную. Но это, по сути, как Unsigned Int для моего компилятора. Но вообще, может быть по-разному. Я тут делаю вложенные циклы, просто распечатываю, а и ты житый, да, и никаких забот и проблем не испытываю. Еще раз, N и M являются не константами. Они могут быть любыми. Но если они вдруг окажутся слишком большими, а реально структура данных, вот там, она не хранит, соответственно, например, N строк, то может произойти неконтролируемый выход за... То есть, при вот этом обращении, а и ты житый, будет разыменование мусорного указателя, вполне возможно. Ну что же, на этом, дорогие друзья, наш курс из пяти уроков заканчивается. Больше я рассказывать вам ничего не буду. Я желаю вам успешно выполнить последнее задание, самостоятельную работу. И на первом курсе, в первом семестре хорошо учиться по информатике. Стать вам хорошими программистами и научными сотрудниками. С Богом! До встречи!